Я взял два билета с пересадкой из Кустаная за... Я откуда? Я Азербайджан. Они вот так сделают. Чтобы не в сумку, да? Да. Они украют. Где-то много. Такой вот хостел. Кто будет приезжать с долларами, с евро. Хочу вообще объехать всю Турцию вокруг. Ребята, всем привет. Сейчас нахожусь в Кустанай, в аэропорту. У меня сегодня будет еще два перелета. Я отправляюсь в город Стамбул. Такой вот маленький аэропорт. Есть магазинчики тут. Аптека. Три часа ночи. Все, прошел регистрацию. Сейчас садимся в автобус. Самолет Аэробус 320. Фирма Аэрофлот. Российские авиалинии. Ланч такой принесли. Бутерброд. С сыром, с мясом, чай. Это у меня место в аварийного выхода. Сколько тут места много. Как бизнес-класс. Можно ноги полностью вытянуть. Все, ребята, прилетели в Москву. Первый перелет прошел отлично. В Москве, в Москве, в Москве, в Москву. В общем, я из Кустаная вылетел. Время было 6.10. А прилетел в 6 утра в Москву. Я опережаю время. Сейчас у меня есть еще 4 часа, чтобы пройти по Суху-Контроль. И мне нужен другой терминал на Стамбул. Ребята, я буду все подробно рассказывать, сколько стоят билеты. Я взял 2 билета с пересадки из Кустаная через Москву-Стамбул за 130 долларов. Сейчас мне только надо терминал найти. И сразу же оформил страховку. Она стоила 6300 тенге. Я потом переведу на другие валюты. Рубли и доллары. Все, на сегодня последний полет. Будет так же летать транзитом. Берите максимум, чтобы у вас было 2 часа разницы ожидания. У меня было 4. Я как бы не знал первый раз. Первый опыт у меня такой. Посидел. Время, правда, быстро прошло. Вы мне много писали. Посмотри Стамбул. Посети Стамбул. Самый лучший город. Вот я туда и лечу. Вообще планы очень большие. По Турции очень большие. Страховку я взял обычную. Такую недорогую. На 10 тысяч долларов застраховался. Все, иду на посадку. Такой же аэробус А320. Доброе утро. Поздравляем. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, ну сколько тут людей. Куда я попал? По лабиринту идешь, идешь. Идей очень много. В общем, я тут не знаю, куда вообще идти. Как вообще буду по Турции путешествовать. Но, кто хочет чувствовать себя в Турции как дома, подписывайтесь на канал. Вместе будем разведывать. Сейчас иду, где это багаж получать. Мне сказали number five. И направо. Ты откуда? В Казахстан. Я Азербайджан. Азербайджан? Да. Здесь чего? Путский понимаешь, да? Мама, папа, но людей есть. Всегда по-русски разговаривают. Я здесь аукат. Аукат знаешь что? Адвокат. Адвокат? Ребят, в общем, когда с аэропорта вышел, я не знал, куда идти. Но мне подсказали, надо на метро. А на метро, чтобы проехать, нужна карта. Истамбулкар, да? Сейчас тебе так тоже купим. Как? И вот товарищи к собою. Ага. Он меня пропустил по своей карте, мы прошли. Где ты не купишь? Другой стол, я тебе покажу, где купишь. Аксарай, район, да? Да. Это большой АВМ. Как это? Кофточка, все там. А, магазин, да? Да, магазин. Турция такая называется. Сейяд. Сейяд? Сейяд. Сейяд. Да. А мы сейчас куда идем? Закар? Нет, я тебе трамвай отпустил. Ты трамвай видишь, что сделаешь, там тоже карту купишь. Потом, ну, джалову. Да, здесь не холодно. Не холодно. Сейчас, с водного, вечером дождь был. Осторожно. Но сумка здесь многое украют они. Карманы, пассапорты, все туда. Вот там сделаешь, они вот так и делают. А, могут сумку, это, ширкануть что ли? Нет, пассапорт, все. Пассапорт. Туда. Тут только паспорт. Тут деньги тоже, туда положили, все, туда можно сделать. Чтобы не в сумку, да? Да, они украют, здесь много. Но они... Осторожно, да? Да, да. Россия, когда гуляешь, все полиции переходят. Здесь нету. Никому тебе не сказали, пассапорт едут, у тебя нету. Да? Да. Лишь, вот так. Ага. Потом деньги туда и сделаешь. Вот когда они деньги дают, еще тоже так и сделаешь, потом все. Баланс приходит, да? Да. Спасибо. Вот, как деньги положить, когда кончится. Спасибо большое. Все, ребят, доехал я на метро. Это даже не метро, трамвай. До Султана Ахмета. Это центр города, старого города. Я бы сказал бы, исторического города. Тут очень много туристов, но, как вы думаете, кого больше? Конечно же, китайцев. Но в метро вот я ехал, один был русский. Как интересно у меня. В общем, в Турции я буду очень долго. Пишите, в какой мне город поехать, что посмотреть. Буду, в общем, весь бархатный сезон тут путешествовать. А вот голубая мечеть. Смотрите, ребят, вокруг какая красота. Я всю ночь не спал и ел сегодня. Уже вечер. Ну, как вечер, уже полпятого. Ел, что в самолете давали. Сейчас я хочу заселиться в хостел. Здравствуйте, вы по-русски не говорите? English. Hostel. Есть. Есть? А, how much? Euro or lira? Lira, lira. Included breakfast. 92. Такой вот хостел. Тут больше 30 кроватей. Мое место. В общем, этот хостел стоит 54 лиры. Там три этажа. Ездя по 10 человек в комнате, уже стоят 92 лиры. Ну, это как бы дорого, конечно. Вот, с девушкой тут познакомился. Она по-русски разговаривает, мне все помогла. Я, считаю, почти все вещи скинул. Оставил так по мелочи, только электронику всю. А там в шкафчике ничего не закрывается. И просто в сумку бросил, и все. Ну, надеюсь, не возьмут. У всех лежите. Кстати, у них в Турции сейчас большой кризис. Кто будет приезжать с долларами, с евро. Вообще шик поменяет. 100 долларов. За 100 долларов дают 660 лир. Раньше лиры к доллару было 1 к 1. Два месяца назад было 4 к 1 за 1 доллар. 4 лиры давали. А сейчас уже 6,6. Тут я заметил, очень много военных. Даже когда вот я прилетел, там ребята на выходе в аэропорт с автоматами стояли. И тут вот где не идешь, везде военные машины с поливалками против хулиганов. Вот когда забастовки идут. Так можно подойти руки помыть. Я думаю, сегодня еще погуляю, посплю, отдохну. И завтра утром пойду на ЖД вокзал и уеду в столицу Анкару. Такие у меня планы. Хочу вообще объехать всю Турцию вокруг. И потом вернусь обратно в Стамбул. И еще там недельку где-то погуляю по городу. Уже по другим районам полностью. Сейчас завтра. Чай за 5 лир. У меня есть с собой еда, надо где-то сесть и поесть. Думаю, просто так на лавочке сяду и поем. Тут вот какой-то монумент. Сфотографируется. Эти гостиницы. И сразу дом такой, как на Кубе. Смотрите, что из дерева делают. В моем номере в хостере сказали, в основном одни китайцы живут. Говорят, вечером тут ужас, что будет. Когда они все придут. Да китайцы тут вообще все дешево. Раньше Турция была одним самым дешевым таким курортом. Дешевле, чем Сочи и Крым. А сейчас в связи с кризисом, так еще дешевле. И дороги у них. Направился я в парк. По карте показывает, до него идти целый час. По мечетям я не буду заходить. Внутрь снимать. Потому что там и вход дорогой. 70 лир. Дороже жилья. Я туда не пойду. Были возможности. Ходил бы каждый. Сколько денег надо. Да, колорит тут, конечно, вообще бешеный. Ну вот, если сравнивать пока с турецкими курортами, где я был, более-менее прям слабо. Похоже это город, как Анталия. А другие курорты вообще так не похожи. Стамбул, правда, такой невероятный. Атмосферный. Завтра я, скорее всего, уеду. Ну, вернусь. Обязательно. Большие города, конечно, они такие сложные. Тут жизнь просто бежит. Течет. Все бегают, чем-то занимаются. А маленькие города, как Кемер. Там все тихо, спокойно, размеренно. Не спеша, все. Самое главное, думаю, чтобы вещи не украли. Конечно, будет тяжеловато. Там половина электроники осталась. Я просто в шкафчик положил и все. Ну, вся одежда там. Аптечка. Ну, много чего. Как вы думаете, можно так оставлять или нет вещи свои? Вот зашел я в такой парк. Тут уже прогулочный парк. Люди просто отдыхают, гуляют. Деревья какие-то все впятна. Водопад какой искусственный. Каплями. Темнеет, что тут не рано. Я думал, рано будет темнеть. Быстрее-быстрее торопился выйти на улицу. Травой пахнет. Свежий воздух. И птички поют. Сейчас вот такой вот магнит купил. Стоит 4 лиры. Узбек в магазине торговал. С Узбекистана приехал. Говорит, я тут уже устал, говорит, в этом городе. Скучно, говорит, мне. Интересно, полиции очень много. Военных. Машины даже с пулеметами стоят. И пулеметы прячут. Пакет накрывают, чтобы не видно было. Щиты стоят. Ну, скорее всего, это для безопасности. Еще к Сирии эти танки пригнали. Поставили возле границы. Для детей качели. Вот так называется парк. Гульхане. Может, по-другому читается. До моря дошел. Рыбаков полно. В Стамбуле два моря. Мраморное и Черное море. Одни местные рыбаки. Зашел по проулкам. Видно тут это... Ну, торгуют. Уже закрываются. Никого нет. Только один мусор. Сейчас приехали его собирать. Тоже кафешка атмосферная. Пишите комментарии. Я их все читаю. На все отвечаю. Как ролик опубликую. Через полчаса сажусь. И по всем видео, где я еще не ответил, всем отвечаю. На любые вопросы. И не только по Турции, а по другим странам. Все, уже этот свет зажгли. Плохо, что урона нигде нет. Уже две бутылки воды выпил. В сумку положил. 60 куруш. Бутылка воды 0,5 стоит. Каштаны продают 100 грамм, 10 лир. Кукуруза по 2,5 лиры. Стамбул, конечно, он огромен. Я посмотрел только его часть. А так, не знаю, наверное, недели-две нужно, чтобы только один город обойти. Население 20 миллион человек. Сейчас иду, смотрю, какой курс у доллара. Получается 63. А утром было 66. Ну, я не знаю, в любом случае, лучше деньги менять до вечера. После вечера уже три в другой. Сейчас много стран помогает Турции. Россия, Китай, Катар. И еще вроде какие-то странные. Вот такой вот вечерний фонтан с подсветкой. Смотрите, мой хостел, получается, в подвале находится. В таком я районе живу. Одни кафешки тут. Я переоделся. Сланцы, шорты одел. Уже поздно. Так-то все в джинсах ходят. В брюках, в рубашках. Так зато легко. Передаю большой привет Александру Кудрякову. Спасибо большое за донат. 1100 тенге пришли мне на телефон. Спасибо за поддержку моего путешествия. Вот я в Стамбуле. Пришлось, конечно, мне тут еще поработать. Чтобы купить билеты туда и обратно. Уже заканчивалась виза. И хочу сказать спасибо. Кто-то еще кинул на Киви 10 рублей. Это одна лира, бутылка воды.